Работают практически без выходных. У компании Экомир, которая производит контейнеры для сбора ртути, содержащих ламп, заказов больше обычного. Управляющие компании региона все же приступили к покупке и установке таких спецемкостей. Организовать сбор ламп у населения управляющей организации должны были еще с октября 2013. На решение поставленной задачи правительство отмерило полгода. На данный момент по городу Иваново установлено порядка 14 контейнеров. То есть это одной крупной управляющей компанией. Порядка 10 контейнеров было закуплено и поставлено обслуживание в нашу организацию. Регулярно вывозятся лампочки из данных контейнеров и соответственно мониторится наполняемость лампочками. Работу областного центра показательной назвать нельзя. Одни управляющие компании хитрят. На весь жилой фонд приобретают только один контейнер. Другие и вовсе упорно не хотят покупать емкость для опасных отходов. В отличие от Иваново, муниципальные районы региона подошли к вопросу более ответственно. Например, Гаврилово-Пасадский район теперь укомплектован полностью. И вот первая энергосберегающая лампа торжественно отправляется в контейнер, где ей и положено находиться. Гаврилово-Пасадский район у нас является флагманом в данном направлении. Все бюджетные учреждения, это школы, детские сады, районная больница, все подвинутые учреждения были оборудованы специализированными контейнерами для сбора ламп для своих нужд. И мы, опять же, под предварительной договоренностью с руководством Гаврилово-Пасадского района, непосредственно с главой, оборудовали данными контейнерами все сельские поселения. Сделан первый шаг в решении такой острой проблемы, как утилизация ртуи содержащих отходов. В нашем районе в шести населенных пунктах установлены такие контейнера для сбора отходов от населения. Мы надеемся, что население в соответственности нас поймут и будет подноситься до лампы, и они будут утилизироваться. В очереди на приобретение контейнеров еще шесть районов области. Чего ждут остальные, непонятно. Видимо, штрафов. Ведь все отведенные сроки на организацию сбора опасных ртуи содержащих отходов уже истекли. И это тот случай, когда скупой будет платить не дважды, а намного больше. Комитет по природопользованию, Росприроднадзор и природоохранная прокуратура уже начинают проверки. Штраф для должностного лица от 30 до 50 тысяч рублей. Для юридического в 10 раз больше. Для сравнения, контейнер для сбора ламп стоит менее 30 тысяч рублей.